Мои-рабульки, мои красотульки. Что у нас с погодой случилось? Непонятно. Что такое мороз? Мороз. Не морозь меня. Я иду на кастинг. Ну, вообще, сегодня 2, но я решила пойти на тик, потому что я не вижу смысла идти на второй. Он бессмысленный абсолютно. Вот. Потом у нас сегодня итальянский, а потом, наверное, булку выгуляем. Посмотрим. Чем еще бы заняться? Вообще, в такую погоду ничем не хочется. Хочется лежать под одеялком. Какая-то сосиска в тесте, только быть сосиской в одеяльце. Короче, я уже в машине выяснила, что ретроградный Меркурий влияет на всех, причем жестко. Кроет не только нас. А как у вас с ретроградным Меркурием? Тоже кроет, нет? Повторите на камеру. Тяжелая работа режиссера. В общем, концепция такова, что взять шесть человек, закрыть их в разные комнаты и снимать камерами. И они-то не знают, что у других точно так же кроет. Они думают, что причина в них, на самом деле, это метроградный Меркурий влияет. И потом свести их вместе и сделать такой психологический эксперимент, мне кажется, просто премия гарантированная. Что, на Оскара идем, не идем? За режиссуру, за операторство. Актеров те брать будем? Ну, знаю. А заплатят? Ну, если Оскара получим, то да. Вот. Такая идейка. Кто-то нас завезли, вообще непонятно. Нам органы сдавать что-то. А что? Откуда обычно вход? Угу. Я тут не была ни разу. Нет? Нет. А, нет, я здесь была. Бай-бай. Ну, как была, да, седан, баклажан. В Стамбуле, йоу. Водитель мой говорит, садись, я тебя подвезу. Подвезет он меня. А я сама уже зашла. Быстрее, Тимон. Я зашла в магазин, в Зару. Один подарочек. Прикупила какой-то супрузный. Так что он скоро должен прийти. А я надеюсь, и я надеюсь, он понравится. Что ты еще? Ой, ой. Какой холодный пирс. Какой холодный пирс. Вот, что ты еще? Ой, ой. Что ты еще? Таким. Смотри, что у меня еще есть. Бессахарный пудинг. Я его нашла. Та иду я тебя целовать, ревнивица. Ты сколько дожди. Господи. Господи бешеное. Значит, сейчас я буду готовить сей великий пудинг. Он у нас без сахара. Я почитала состав. Там действительно не подсластитель. Там даже подсластители никаких нет. Там указано, что если вы хотите послаще его, то добавьте подсластитель. Мы сейчас попробуем, конечно, так. Потому что ему так понравится. А если нет, я не помню, у нас есть подсластитель или нет. Возможно, есть. Но это не факт. Значит, нам надо высыпать этот пакетик полностью. Какую-нибудь емкость. По виду напоминает просто какао. И 700 миллилитров, 750 миллилитров молока. Оно вот такие просто порошочек. Оно просто порошочек какаоочник такой. Здесь еще загуститель есть. 750 миллилитров. Окей. Хорошо, что у меня было две пачки молока дома. Как раз. И теперь, насколько я понимаю, это все дело надо заливать водой и хорошо вымешивать. Там просто игры. Игрище, я бы даже сказала. По виду какао-какао. Значит, я продолжаю мешать, а потом ставлю на огонь. У меня еще есть такое чудо-венчик. Там не все комочки размешались, поэтому... Поэтому я еще комочки домешаю. Я комочки еще домешаю вот этим. Почему не включается не каждый раз свет? Ладно. Буду добивать. Вот свет, конечно, подлесный, потому что не включается в этой вытяжке свет. Она у нас вообще такая, как работает, так как хочет, так и работает. Было бы свет, было бы хорошо. Значит, у нас закипел наш пудинг. И нам его надо 2 минутки поварить. 3-3, чтобы он запустил. Он, в принципе, уже достаточно густой. Но я думаю, еще как раз пару минут, и он будет шикарен. По вкусу это просто какао с загустителем. Оно не сладкое, а не каковое. Кавочное. Представьте пить какао без сахара. Вот то же самое. Итак, он у нас уже сварился. Я его на пару минут оставила. И сейчас я его буду... Вот видите, он какой-то густой. А сейчас он еще остынет и еще загустеет. И я... Буду его по чашечкам, чтобы быстрее остыло, и вынесу на балкон. Уээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ получилось. Все равно две чашечки немудренные, да? 750 мл в чашке по 350 где-то. Нормально. Теперь самое главное вылезать половник. Я выглядываюсь в бриз. Мне кажется, бриз. Наши гадные шмидзунги заморзли. Сейчас мы эту величайшую гадость будем пробовать. Я уже просто в предвкушении. Что это величайшая акульта. Потому что она вообще, мне кажется, без подсластителя тупо как какао смешается с загустительным и все. А какао без сахара, оно на вкус такое. Евгеньо. 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 Апрофи. Эквеста белиссимо дезерто. Уни момента. И ту? Суши? Эбен, эманон. Коменон. Дольче. Шугарфри. Ммм. Я так люблю горький шоколад. Ммм. У меня как-то он даже не с горьким шоколадом. А ну-ка. С горьким. Я люблю горький шоколад. Очень. Маквеста какуля. Э, мольта какуля. Оно даже не шоколадное, а какавочное. Без сладкого какава. Ну, ладно, разделали уже, будем есты. Вы, наверное, спрашиваете, почему я в зимнем свитере. Потому что у нас за окном пошел ливень. А дом не отапливается еще. Ну, и мы вообще задаемся вопросом, будет ли он отапливаться в этом году. Потому что... решение на выселение из дома. Да, кстати, надо снять нормальное видео, объяснить шоу, почему. И просто некоторые жильцы думают, что нам не ставят дату выезда. Там, типа, съедьте до такого-то числа. Потому что просто не включат отопление в этом году. И все свалят чисто по собственному желанию. А на улице вот такой копец творится. Вот там между двумя вот этими башнями море. Ну, его вообще сейчас не видно, потому что ливень. Давай мини гуляное. А на улице пока что ливень. Казал? Да. Смотри, ты уселся. Все. Смотрите. Поехали. 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 На корабль. Давай. Боже, не знаю, что выбрать. Ехать на кораблике или все-таки игрушка. Так вот. Так что, то ли, зачем нам оттуда на кораблик? Мы решили с ней покидать мячик. Мне кажется, именно поэтому женщина на корабле в беде, да, Лива? И вообще подурить с ней. Потому что мы понимаем, что ей хочется баловаться. А баловаться она у нас обычно именно outside называется. И outside. I think you're in English. So so? I'm speaking just English. Yeah. Поэтому мы умеем кидать мять сейчас. Мы как раз обсуждали только что Новый год. Потому что у нас Новый год это самый-самый-самый любимый праздник. И есть один американский сайт фирмы, вернее, они выпускают супер классные елки. Вот смотришь, если не трогать ее, она реально выглядит как настоящая. Там даже вот эти все иголочки чуть ли не вручную приклеены. Короче, офигенные. И мы сидим, смотрим, думаем, вот когда у нас будет свой дом, мы обязательно такую елку закажем. Они, кстати, не очень дорогие. Чтобы в Икеи покупать финию, так лучше такую елку купить. и мы сидим обсуждаем, какую бы мы елку хотели. И Женя показывает, какую бы елку он хотел показывать. Минимум это угород, так что аж так, так, и вот так. А теперь половинка. Ну, это половинка, покажи полностью, как она будет. а вокруг будет краб евгений. Так что вот так вот. Ну, елки, правда, очень красивые. Просто мы понимаем, что переезжать с ней, я думаю, они достаточно объемные, даже в коробках. там вот такая целая как переносная сумка такая огромная. И они внутри у них в столбе самого дерева у них там система лайтинга. То есть вот эти все лампочки, которые подключены, они не висят на ветках, они уже встроены в ветки. И получается, поэтому она такая громоздкая. и у нее вот эта вся система проводов, она находится в столбе. И она сразу идет с встроенной вот этой вот крестовиной. И от этой крестовины просто ее подключаешь в розетку и получается она сразу светится. Но вы можете брать без подсветки там разные функции. Ой, опции есть. Но просто мы понимаем, что если бы, даже если бы мы хотели остаться в Стамбуле, то мы бы ее заказали. Там ладно, уже перевозить не так уж тяжело будет. Но так как мы хотим переехать в другую страну, то мы закажем уже, когда мы обоснуемся хотя бы в какой-нибудь стране. Раньше-то мы тоже хотели в Турции остаться навсегда, а теперь-то мы не хотим тут остаться, поэтому смысла нет. Тебе не нравится этот дядька? Женщик, дядька, шерсть поднял. Ива, ты же игра. Иди сюда, булочка. А мне поставьте лайк. Мы отправляемся в гастрономическое путешествие по Мелоруссии. 7 часов 10 минут в час. Знаковый момент. Первый знакомый в Белорусскую попрошайка. Короче, эта какашка спалила мой сюрприз. Да, ты от меня прячешь, телефон возле меня вот так вот, естественно, меня ты заинтересоваешься. Так кто тебя просил лезть в чужой телефон? Я сказал, дай мне, я проверю типа заказы. Дала. Он сначала не понял, потом полез по всем этим. по имейлам это я не лазил по имейлам. Посмотрите на эту какашку. Я не лазил по имейлам. А где ты нашел? У меня в Заре не было. В Заре в закладках нашел этот тренч этот и что? А потом я когда закрывал Зару, я увидел ее order он дэвэй. Вообще-то я не через зару приложение заказывала, поэтому ты не там увидел. Вообще-то там. Нет? Да. Нет? Да. Ай. Видел? Смотрите, какая булочка модная, идет, гуляет в розовом как это, кранче. Куковички. Ага. А еще у нас поддом спуснуть при входе. у нас сидел риэлтор. Очень приятный паренечек, с которым мы здоровались по сто раз на день. То есть мы выходим, проходим, он там всегда сидел и мы всегда с ним здоровались. И он сегодня съехал. И я говорю, что на самом деле это так не страшно, непривычно терять такие вот привычки, знаешь. И ты понимаешь, что вот некоторые моменты твоей жизни они уходят от тебя навсегда. и с ними с некоторыми очень тяжело прощаться, с некоторыми легко, а некоторые просто вот суждены для того, чтобы побыть в твоей жизни, а потом просто исчезнуть. он говорит, что я съезжаю не из-за того, что дом сносят, а у нас там какие-то терки с хозяином помещения случились, и мы съезжаем. Так было с ним хорошо. У нас если посылки приезжали, а нас дома не было, всегда ему отдавали. Мы ему топтик за это приняли, вкусняшки всякие маленькие. Здороваться. Вообще он был очень приятный. Он даже каких-то собак на передержку брал, чтобы... И один раз после того, как мы тортик ему принесли, он принес нам тортик. Говорит, вот, слушай, меня угостили, я вас тоже угостить хочу. Эклеры. Да, эклеры. Жалко. Ладно, пусть у него все будет холодок на новом месте. А еще мы пришли к выводу, что в этом году осень пришла очень рано. И резко. И резко, потому что мы переехали в нашу эту квартиру 5 октября в прошлом году. И мы еще ходили в шортах и в майках. И женщина, которая приходила мыть квартиру перед тем, как мы в нее въехали, она говорила, господи, как вы тут жить летом будете? Тут ад, адские жара. Был октябрь. А сейчас мы идем в куртке, в которой подстегнут пушок, ну, пуховка, как курточка тоненько и в свитере. И Женя идет в парке на подкладке и тоже в свитере. А, нет, смотри, худи. И Лила идет в зимнем этом, кренчике, курточке своей. Думаю, зима очень холодная будет. Даже снежная, мне кажется. Даже снежная, наверное, да. Прикольно. даже тут, да. Ну, чтобы вы понимали, да, на часах без 20 12 принесли мой сюрприз. Без 20 12. еще ей адрес неправильно написали и, походу, позвонили соседню. Зашибись, Ошпи сервис. Класс. Война. Ну, это сюрприз, который должен был прийти сегодня, да, как бы, до 10 вечера. Это должен был сюрпризный сюрприз, но он получится совсем не сюрпризный. Помощник, распаковщик. Лила у нас и сушев, и контролер досталась, и распаковщик. Подожди, вешеный. Да, у нас в гардеробной легкий бардак. Знаешь, как я показывала консультанту, спрашивала, это точно это парка или нет? По нашему видео в YouTube. я напоняла по рукавам вреда рукава такие же. Это, наверное, что ты говоришь? Ну, одень свитер какой-нибудь. Может, хватит снимать, но... впечатления от парки будут завтра.